И сегодня это 17-я глава в Мишле, в притчах, 17-я глава. И вот первый же, первый отрывок, первый посуд в 17-й главе звучит так. Товпад харыва вэшалваба. Что хорошо кусок хлеба, знаете, из рожкового дерева. То есть вообще, ну такой, вообще хлеб можно сделать почти из всего. Перемолоть, перемолоть, смешать, смешать, и получится хлеб. Так харыва, это, ну вот, как рожковое дерево было, которое ели Раби Шиман Барюхай в пещере. Это самая такая простая, ну вот, еда, из которой только можно сделать. Так Шлома Амеллах говорил, Царь Савома, что лучше, говорит, вот хлеб из вот такой вот простой вэшалваба. А шалвай, это такое состояние, когда ты спокоен, когда у тебя все, вот. Ну, шалвай, это, вот, классно тебе, да. Типа мир в душе, да. От какого корня? А, шалва, не знаю, вот благоденствие такое, мир, вот, шалва, это, это как шалом, только шалва. Шалом, это, как бы, мир более глобально, а шалва, это, вот, мир в душе. Ну, хорошо, равновесие такое душевное. Так он говорит, лучше простой кусок хлеба. И чтобы было вот это вот внутреннее равновесие, ми байт, малэ, зевхэ, риф, чем дом полный, зевхэ, это, как бы, жертвоприношение, которые пришли от ссор. То есть, есть люди, которые через ссоры, через конфликты, они тащат все, ну, как бы, они стяжательством занимаются. У них много, но они все время боятся. И слава Малах, он говорит, так, прям, конкретный такой совет царь Соломон, что лучше простой кусок хлеба, но чтобы был мир в душе, чем дом, который будет полный вот этих вот жертвоприношений, но которые пришли через ссору. Теперь объясняет Малбим, очень красиво он объясняет. Он говорит, есть успех, он говорит, есть такой успех, вот идет, но, говорит, это не успех настоящий. Потому что мы иногда видим, что злодей он мацлех, ему идет, ему прет, у него удача, и у него вообще полный дом всего ездит на Мерседесах, меняет на Бентли, дома покупает и так далее. Про Бентли тоже? Про Бентли тоже. И видим мы какого-то праведника, которому достаточно куска хлеба, нет у него полного даже хлеба, а только у него кусочек хлеба, у него даже нету буханки, у него только кусочек есть. Значит, и все равно, он говорит, бывает, и все равно можно сказать, что вот этот бедный, он более счастливый, чем богатый. Им есть, если есть у него внутри шалва-бабайто, ну, то есть есть у него спокойствие в доме, а у этого есть в доме ссоры, ну и так далее, и так далее. Значит, это очень правильная такая штука, что главное, чтобы у человека был мир, мир с собой, мир с близкими, с домашними и так далее. Если у него есть мир, он счастливый, если у него есть постоянная война, то его полбасит, то есть он боится, зачем это надо. Верю, дальше он дает очень хороший совет, вообще такой это совет, ну, он такой вот, знаете, как полезный, очень полезный. Он говорит так, «Эвенхен Ашохат», это восьмой отрывок, восьмой посудок, «Эвенхен Ашохат Бейней Баалаф». Он говорит, «Драгоценный камень, взятка в глазах того, ну, кто ее получил». Прямо взятка, это такая штука, которая как драгоценный камень. «Эльколь Ашер Ифне Яскиль». На каждую сторону, куда повернет, его разум пойдет. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду здесь следующее. Давайте я вначале прочту, что объясняет Малбин. Пришел он нам, нас научить. Слово Мамеллах объясняет Малбин. Чтобы мы были осторожны при получении взятки. Что имеется в виду? Что взятка, она делает человека слепым. И она ослепляет, прям в Торе написано прямым текстом, что взятка ослепляет в глаза мудрецов. И даже если человек думает, «А, возьму я эту взятку, ничего страшного, ничего, я все буду понимать». Имеется в виду, сейчас я расскажу, какая взятка. На самом деле взятка, она сразу искривляет вообще работу интеллекта, сознания. И человек вообще, он не врубается, где истина, а где не истина. И поэтому он напоминает драгоценный камень, который там сверкает и так далее. Сам этот человек? То есть он себе внутри нарисовал образ, в котором ему будет хорошо. После этого его интеллект начинает его обманывать. Он говорит, «Слушай, это оно ему не надо, ну лежит чужая там эта еда. Ну раз он ее оставил, ему же не надо. Он вообще сытый. И вообще она не такая уже некошерная. На самом деле она кошерная. Кто сказал, что она некошерная вообще? А, наверное, ошиблись. Наверное, ошиблись. Наверное, мудрецы придумали. Все, эта еда на него в данный момент является взяткой получения этой еды, которая искривляет работу его интеллекта. И любая вещь, о которой человек думает, она уже вызывает у него интерес, у него есть уже внутреннее устремление искривить истину. Поэтому каждый подстраивает реальность под свои желания. Потому что реализация желания является той взяткой, которая ослепляет. И он предупреждает, что в 8-м этом, по сути, отрывке, что взятка она как вот этот вот притягательный драгоценный камень в глазах того, кто ее берет. И куда она его поведет, то туда его интеллект и пойдет. Теперь тот, кто это знает, он, во-первых, начинает себя наблюдать и понимает, что разум все время искривлен. И он понимает, что мы себя обманываем. Человек реально себя обманывает и может действовать прямо во вред себе же. А второе, тот, кто это понимает, он понимает, как влиять на других людей. Потому что, в принципе, вот эти все подарки, взятки и так далее, они помогают решать вопросы, они помогают двигать мир и людей в ту сторону, в которую ты хочешь. Можно давать взятку или нет? Подарок жене является взяткой, чтобы у нее было хорошее настроение. Но можно так расценить. То есть ты даешь ей подарок, а она думает, какой у меня муж хороший. А на самом деле он может быть вообще нехороший. Ну, образно. Но этот подарок заставляет ее посмотреть вот так вот. То есть, что мы отсюда выучили? Что взятка искривляет движение интеллекта. И куда она поведет, туда интеллект и пойдет. Поэтому из этого можно сделать много выводов для любой ситуации. Это как бы, это истина. Это Тора, это истина. Это Бог через Шлома Амеллаха, мудрешивая из людей. Он передал вот такой вот, так устроено, так работает система. Взятка искривляет работу интеллекта. Продолжение следует...